Прочитательный псалом, два стиха. Давид говорит такие слова. Это 91-й псалом. «Благо есть славе Господа, и петь имени Твоему Всевышнего, возвещать утро милость Твою и истину Твою в ночи». Знаете, для меня самое близкое будет из пожелания, чтобы пожелать нашей Церкви. Это касается служения. И служение это имеется в виду, как участвовать в хорах, в пениях, в стихах. Знаете, в нашей Церкви, не только в нашей, зачастую, во всех церквях в последнее время, в основном участвуют женщины, правда, сестры. Мое пожелание, чтобы братья больше участвовали в таких мероприятиях. Пойте, обретите стихи, рассказывайте какие-то тексты. Это, знаете, оно ободряет, ободряет даже братьев. Потому что мы как-то так привыкли, что где-то там тихонечко, на лавочке посижу, послушаю и уйду. Знаете, это проблема сегодняшнего времени. Мы живем в очень благоприятное время, где мы спокойно собираемся, где мы можем спокойно молиться Богу, прославлять Его имя. И мы это время зачастую не используем правильно. Хотел бы, знаете, пожелать такое пожелание не тратить время напрасно. Была конференция в Калифорнии недавно, и тема была конференция «Не трать свое время напрасно». Это очень актуальная тема, потому что сегодня в этом комфорте, здесь, особенно в Америке, мы забываем, что мы есть дети Бога, и мы есть свидетели Его. И нам нужно проповедовать, нам нужно восхвалять Его имя. И через служение, через пение, через стихи мы также прославляем имя, мы также делаем егоинизацию, и это будет, знаете, способствовать духовному росту церкви, духовному росту меня лично, и примером для наших детей, потому что наши дети, они будут повторять нашу жизнь. Мы это знаем уже, не одно столетие показывает. Как мы живем, так будут жить наши дети. Если мы будем петь, мы будем прославлять имя, не где-то там, тихонько в себе, а явно, чтобы люди видели, наши дети будут это делать. Аминь. Аминь.